Здравствуйте! В эфире студия Восьмого канала и я, Александра Нитай. Вы смотрите «Время говорить». Считается, что талант дается при рождении и развивается в движении, и людям любой профессии необходимо заниматься саморазвитием, тем более такой непростой и интересной, как ведущий. Грамотная речь, актерские навыки, эрудировость, находчивость, эти и другие многие качества, необходимы совершенствовать тем людям, кто мечтает о голубом экране и видит себя с микрофоном в руках. И сегодня у нас в гостях автор проекта «Школа ведущих Эвен Скул» Елена Харзорова. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Елена, расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея создать подобного рода школу? Вообще, изначально мы просто искали людей, которых мы могли бы воспитать, да, как ведущих, и, собственно, с ними работать от моего агентства. Вот. Потом пришла такая идея, что мы можем просто взять большой поток людей и из них собирать самые сливки, скажем так. Вот. Именно таким образом родилась наша идея. А вот я знаю, что кастинг уже завершен, верно? Ну, на первый курс, да, кастинг завершен. А вот с сегодняшнего дня стартует еще один кастинг на второй курс. Повторный. Да. То есть, а в процессе первого сколько человек уже прошло отбор и какие были критерии? Вчера у нас было первое занятие, у нас 11 человек, этого предостаточно для одной группы, потому что мы хотим уделять внимание каждому человеку, да. Вот. Критерии – это, конечно, большое желание и все, наверное. Потому что раскрепостить мы раскрепостим, речи научим, актерскому средству научим, поэтому осталось только вот желание. И вот как раз хотелось бы спросить, какие навыки поможет развить в себе школа ведущих? Раскрепощение, безусловно, пластика, потому что у нас будет даже хореография, потому что человек должен владеть не только своей речью, но и своим телом, своими эмоциями. У нас есть предметы позирования, то есть в каком ракурсе ты выглядишь лучше. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, раскрепощение и умение хорошо говорить. И вот можно подробнее о предметах конкретно? Какие будут дисциплины? Угу. Актерское мастерство, техника речи, сценическая речь, хореография, позирование, основы имиджа, пиар. И последний месяц – это ведущий как профессия, как себя продавать. Угу. А кто будет в преподавательском составе? Будут ли там практикующие, ведущие? Да. У нас актерское мастерство и технику речи веду как я, так и Юлия Бескровная. Это радиоведущая. Радио не буду называть. Да. Вот. Позирование у нас ведет Вячеслав Марченко. Он фэшн-фотограф, коммерческие съемки и так далее. Вот. Ну и еще очень много-много людей. Не буду сейчас называть всех имен, чтобы это было интереснее. И помимо того, что у нас есть предметы, которые они изучают в любом случае, у нас 2-3 раза в месяц будут творческие встречи с ведущими, ведущими, телевизионными, просто ведущими мероприятий. Вот. С радиоведущими будут у нас практики проходить, в том числе и на 8-м канале, куда наши ребята смогут прийти, посмотреть весь процесс, попробоваться сами посниматься. Угу. А сколько будет длиться процесс обучения и что предоставляется выпускникам по итогу? Три месяца идет наше обучение. Это вот база, которая должна быть, и четвертый месяц он профильный. Вот там мы рассказываем ведущих как профессии, ставим этюды и так далее. Вот. В любом случае сертификат, да, в конце обучения выпускной сертификат, потому что человек прошел курсы, он владеет языком, да, там и так далее. Вот. И, конечно же, вот как я уже говорила, самых-самых лучших мы заберем себе, да, работать на мероприятии самых лучших в формате телевидения у молодей восьмом каналу. Вот. Ну, то есть я думаю, что мы всех пристроим. Угу. Скажите, пожалуйста, а вторая волна набора будет? Да, вот с этой недели она стартует. Угу. Да, вот второй курс мы набираем, потом третий, и вот пока остановимся. Потом выпустится первый курс, опять запустим четвертый, пятый и так далее. Также мы открываем филиалы по России. Да, вот как я хотела спросить. Да, 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 да. В каких других городах еще? В мае у нас открывается школа в Уфе. Пока не буду говорить, какие еще будут города, потому что мы сами об этом еще не знаем, мы не выбрали еще, какие будут города. Скорее всего, Хабаровск следующий. Но вот в мае в Уфе. Угу. Елена, а по каким дням проходят занятия в вашей школе? Один раз в неделю, в воскресенье, с трех до шести, потому что люди в будние дни работают, учатся и так далее, а вот воскресенье, как правило, у всех свободное, поэтому выбрали вот только воскресенье, три часа. Угу. Поэтому ориентировано на работающих людей обучения? Ну, на студентов, на более взрослых людей. Вот. Ну, у нас на самом деле мы будем набирать и младшие группы, но, знаете, младшие группы, они тоже учатся в школах, да, и у них кружки и так далее. Поэтому воскресенье самый оптимальный день для всех, я думаю. Угу. А сейчас в состав групп кто входит? Мальчики, девочки? Какие по возрасту? Ой, у нас вот первый курс получился очень такой разношерстный, от 15 до 28, наверное. Вот. Три у нас мальчика на первом курсе и 8 девочек. Угу. Вот. Но дело в том, что когда они все вместе, да, и мы занимаемся с ними, вот эти вот возрастные рамки, они куда-то исчезают. Теряются. Да, и они как будто бы вот с одним возрастом и все веселые, подвижные, никто не стесняется. Да, я была очень удивлена, что ребята на первом же занятии очень были раскропищены, да, несмотря на то, что они вообще не знакомы все. Вот. Поэтому это вот большой плюс первого курса, скажем так. Угу. А какое количество человек максимально может быть в группе? Вообще 15. То есть 15 – это самый потолок, потому что мы хотим, вот я уже повторюсь, мы хотим, чтобы с каждым индивидуально можно было заниматься, да, и в группе, да, в общем. Вот. Поэтому не больше 15, хотя у нас вот на первом курсе 11. Ну, я думаю, что это тоже все прекрасно. Угу. А вот расскажите, пожалуйста, вы как пришли в этот бизнес? Вы самая ведущая, верно? Ну да. Да. Веду ее мероприятие уже довольно-таки давно. Наверное, уже лет 7, если не 8, причем различных форматов. Пришла к этому как? Да не знаю, просто в какой-то момент я подумала, что я умею делать, и начала развиваться в этой сфере. И тоже сталкивалась со многими трудностями, которые вот я хочу, из-за которых я хочу оградить своих студентов, да, чтобы они как бы учились на моих ошибках и не совершали каких-то таких вот вещей, которые могут им помешать в дальнейшем. А вы сами какое-то образование специальное получали? Нет. Я сама учу полностью. Единственное, ну, конечно, в детстве я посещала всякие актерские кружки, но это так, это было там перо, там, представьте, что вы дуете и так далее. Вот. И пыталась поступить в Академию искусств после школы. Вот. Но не поступила в связи с проблемами голосовых связок. Вот. И, возможно, этому рада, потому что я бы не хотела, наверное, играть дерево в театре Горького. А какие были ваши первые работы? Вы работали где-то на каких-то мероприятиях организатором, тамодой? Вообще в какое-то... Слово тамодан у меня, конечно... Связано со стереотипами? Ну да, вообще тамодай это такое слово, как бы... Дело в том, что почему-то очень долго все считали, что если парень, то он ведущий. Если девушка, то тамодан. Слово тамодан, оно меня просто изнутри переворачивает. Вот, я не знаю, я представляю себя такой 50-летней женщиной крупных размеров, которая пускает ползунки по рядам, чтобы собирать кэш. Вот. Слава богу, я этим не занимаюсь, никакими передиманиями и ползунками. Вот. Поэтому тамодай это такое вот дурацкое слово. Вообще так получилось, что 4 года назад я решила открыть свое агентство. Я уже занималась ведением мероприятий, да. Я решила открыть свое событийное агентство, где мы бы занимались организацией мероприятий рекламных и событийных. Вот. Ну и продолжала работать ведущий, собственно, как и сейчас. Но сейчас, слава богу, я могу выбирать, да, какое мероприятие я хочу провести, а какое я не хочу провести. Потому что я уже как бы независима от этого. Вот. А ребятам пока, вот моим студентам, не будет предоставляться выбор. Они, я думаю, будут работать на всех мероприятиях, чтобы нарабатывать опыт. Ну, как все поначалу. Конечно, конечно, да. Но и опять же, есть такие мероприятия, в которых вообще не стоит принимать участие. Вообще никакое. Например? Я не могу этого рассказывать. Было одно мероприятие, просто печальный был опыт. Я такого не ожидала. Это было... Еще в тот момент были разрешены вот игровые вот эти все штуки, автоматы и так далее. Это все было легально. Меня пригласили на их лотерею вести мероприятие. И я вот с дурой даже не поехала, не проверила, что это вообще, как, как бы, ну, доверилась человеку, сказала, хорошо, приеду, я приезжаю. Каморка, наверное, ну, вот примерно чуть больше вашей студии, да, где собралось 50 местных джентльменов, которые изрядно уже были веселые. И плюс еще предлагались им какие-то спиртные напитки, они все это пили-пили-пили. И мне приходилось, я еще была в платье, приходилось вести вот эту вот лотерею, непонятно вообще для кого. И когда уже на середину вышла голая девушка, которая почему-то делала очень странные вещи с фаллическим предметом, я поняла, что зря я сюда приехала. Вот, поэтому вот в таких мероприятиях лучше не принимать участия вообще никакого. Ну, вот вы как раз собираетесь поделиться опытом с учениками. Расскажите еще о каких-нибудь курьезных случаях, возможно, были на вашей практике. Знаете, ситуация всегда есть, курьезные почти на каждом мероприятии, потому что русские люди любят выпить. То есть в зал заходит один человек, спустя три часа этот человек абсолютно другой. Да, он либо очень веселый, ему что-то постоянно нужно, либо он злой и всех хочет наказать. Вот, такие люди встречаются на каждом мероприятии. Еще обязательно должна быть такая вот женщина, примерно 45 лет, и она всегда недовольна музыкой. В смысле, у меня такое ощущение, что она просто кочует из мероприятия в мероприятие. И она всегда подойдет и скажет, что это за музыка здесь играет, выключите это. Вот, поэтому вот без нее никуда, хотя лица разные. Вот, поэтому ситуация курьезных на самом деле масса, и я всерьез задумываюсь о том, чтобы ребятам преподавать предмет стрессоустойчивость. Потому что, да, как правило, люди на себя все воспринимают, да, там, пьяный человек сказал, что ты там плохой, и ты сидишь и думаешь, блин, а я же, наверное, плохой. На самом деле, да, по барабану тебе должно быть, что сказал этот человек, да, то есть никогда нельзя терять веру в себя. И люди, когда говорят тебе, что у тебя этого не получится, встань и докажи, что получится. Расскажите, пожалуйста, как можно попасть в вашу школу? Все очень просто. Будет ли у вас сайт? Да, ну, вот сайт у нас сейчас в разработке находится, у нас есть группа в социальной сети, там расписано, в принципе, все, там, курс обучения, какие предметы и так далее, да. Но перед этим надо будет пройти кастинг, то есть либо позвонить, записаться, да, я хочу прийти попробоваться, вот, либо оставить заявку, там все тоже указано. Так и называется школа ведущих в Эндскул. Хорошо, спасибо. Спасибо, Елена, вам за интересную беседу. Я желаю вам реализации задуманного и успехов в поисках дарований. А я напоминаю, что вы смотрели «Время говорить» и в студии работала Александра Нитай. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнали Симон.